Посол Российской Федерации в Лондоне заявил, что инцидент с британским эсминцем мог привести к военному столкновению, да не мог он привести ни к какому военному столкновению, кто там сталкивался, путинцы что ли, сталкивались, вот чушь, и отметил этот посол сбой диалога с Великобританией после инцидента с эсминцем. Для этого это и делалось, посол, ну мне правда рожа слабоумного у этого посла, может он такое есть, они еще не понимают, что для этого это и делалось, что бы даже намека не было, это ответ Байдену совершенно очевидно, это не ответ Путину, Путин нафиг не нужен. Учение значит войск Украины и НАТО будет проводиться с понедельника, то и без сегодняшнего дня, и в нем будет принимать участие в этом учении 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5000 военнослужащих, 18 отрядов специальных и водолазных операций, 17 стран-членов НАТО, а также участие военных будет из 32 стран НАТО, в частности и вот Дефендер будет принимать участие, вот меня спрашивают, поскольку там определенные аналитики комментируют, говорят, все, сейчас там чуть ли не Крым захватывать будут, ничего не будет, можете даже не париться, ничего не будет. И единственное, кто может начудить, это опять этот Дефендер, и то я сомневаюсь, было бы очень хорошо, конечно, если бы он снова начудил, но скорее всего он не будет больше чудить, к сожалению, да, было бы неплохо, если бы они все вместе пришли, там, около Крыма начали гоняться, да, зашли бы в 12-мильную зону и там бы устраивали какие-то покатушки свои, да, вместе с Украиной, но этого не будет, к сожалению, и поэтому, когда вам аналитики различные рассказывают, что это будет, ну, взвешивайте, кто есть аналитик, конечно, они, потому что они говорят то, что хотят от них услышать, поэтому им рукоплещут, говорят, классная аналитика, вопросов нет, правда, они никогда в точку не попадают, ну, что ж, так бывает, да, а это я говорю так с моей мамой, когда она, нет, так не будет, я там рву на себя, нет, да ты не понимаешь, да как, да не будет так, ну, все, а потом, по прошествии времени, да, я говорил, да, наверное, ты права, а был неплохо, конечно, хотя бы, если бы дефендер еще начудил, потому что там, в общем-то, будет неплохая поддержка, хватит, вот, у Бориса Джонсона, так сказать, настроение, настроение, хватит устроить рок-н-ролл, было бы хорошо, я бы поаплодировал, я бы хотел ошибиться, очень хотел, дядя Слава Аллегра занималась рэкетом, простительный знак, Аллегра с двумя, ил, во-первых, пишется, а во-вторых, мы защищали людей от рэкета, они занимались рэкетом, причем нам очень часто был так, ну, если вот рэкетиры приходили, там они там за крышу, млянь, плати, там и так далее, то нас вылавливали, искали, чтобы мы звонили, чтобы мы подписались, да, потому что, ну, это связано было с большим комплексом работ, мне интересно было охранять, физическая охрана, охранять предприятие, это приносило прибыль, это давало возможность держать людей, они не расхолаживались, а если человек приходил и говорил, вот, подпиши, хочу с тобой договор, чтобы ты меня там под крышу взял, там, мне это совершенно неинтересно было, по той простой причине, что, ну, это же пришлось бы его защищать, да, ну, было несколько у нас таких, но это как бы такие, что называется, по блату, то есть, это какие-то близкие люди, да, мы ходили, там, защищали, с этого больше убытков, чем прибыли, да, поэтому это было неинтересно, это тема вообще интересно было, интересно пультовая охрана, интересно физическая охрана, сопровождение грузов, это вообще самое интересное с точки зрения финансов, и с точки зрения обкатки личного состава, да, вот такие дела, так что, рэкетом мы точно не занимались, во-первых, потому что это неинтересно, да, как вы видите, бандиты тоже перестали заниматься рэкетом, почему? Ну, потому что это невыгодно экономически, вроде там что-то плачет тебе, экономически это невыгодно, интереснее заниматься бизнесом каким-то, ну, куда все рэкетеры исчезли? Туда исчезли. Туда исчезли.